Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в видео. Тема нашего видео это управление браузером через, ну в общем, программным способом. То есть, по сути, без какого-либо нашего участия. Так, давайте посмотрим. Я тут заготовил небольшой проект, когда тестировал этот видеоурок, как бы планировал его. Давайте посмотрим на результаты того, чего мы сейчас научимся с вами делать. Тут у нас всего три кнопочки сейчас, это такая заготовочка. Нажимаю на первую, мы переходим по вот этой вот страничке. Нажимая на вторую, у нас заполняется имя и пароль, и попытка входа совершается. Ну, так как у нас здесь данные в данный момент ложные, то есть такого имейла нет, у нас вход не происходит. Так, ну и последнее. Я нажимаю на третью кнопку, мы переходим по ссылке к картинке, которая находится вот здесь, вот эта ссылочка. Вот, в принципе, мы теоретически можем управлять абсолютно всем нашим браузером. Все, что у нас находится вот в этом окне, мы всем этим можем управлять. Мы можем переходить по ссылкам, нажимать на кнопки, может быть, там, не знаю, переходить во всякие фреймы, просматривать картинки, скачивать их и так далее. То есть, по сути, мы сейчас всему этому с вами и научимся. Итак, давайте приступим. Итак, ну для начала нам с вами понадобится новый проект. Создаем новый проект, Application, и нам нужно будет разместить на нем стандартный компонент веб-браузера. Так, 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 где-то он у нас здесь находится. Вот он. Вот это будет наш веб-браузер. Мы его сейчас разровняем по всей клиентской области. И добавим еще... Давайте мы добавим еще панельку. Выравним ее поверху. Так, отлично. Теперь добавим еще парочку кнопок, даже тройку. И компонент Edit1. Так, чтобы нам долго не заполнять впоследствии адрес сайта, мы с вами завладим его сразу вот здесь вот. Так, вот такое вот у нас значение будет. По нажатию на первую кнопку мы перейдем на вот этот самый адрес. Поэтому нажимаем два раза на кнопочку и пишем. Веб-браузер 1. Навигейт. Здесь пишем Edit1. Текст. Блин. В принципе, сейчас у нас наш веб-браузер должен переходить вот по вот этой страничке. Все замечательно переходит. Так, идем дальше. Приступим непосредственно к использованию как бы внутренних компонентов нашей странички. Так, ну давайте посмотрим сюда. У меня сейчас тут в окне открыт тот самый, собственно, сайт Mail.ru. Сейчас я его подровняю под размер окна, который вы просматриваете. Так, ну примерно вот так. Итак, в принципе, мы теоретически можем управлять всеми этими элементами, которые мы сейчас видим. Ссылки, различные тут элементы выбора и так далее. Так, сейчас мы первым делом научимся вводить вот сюда вот и вот сюда нашу с вами информацию. Так, давайте мы все вот это выделим и выберем исходный код выделенного фрагмента, чтобы увидеть, из чего он состоит. Потому что нам понадобятся эти поля для дальнейших действий. Я пользуюсь Firefox, так что у вас, в принципе, должно быть что-то аналогичное в браузере. В общем, просматривайте. Итак, смотрим, смотрим, смотрим. Вот, вот это самое место, вернее, поле, которое отвечает за логин. Мы в него сейчас будем вводить необходимую нам информацию. Так, ну давайте приступим. Во-первых, я сразу скажу, вот мы сейчас будем заниматься как бы заполнением виртуальной формы. На многих страницах присутствуют виртуальные формы. Чаще всего это, конечно, входы различных, ну то есть вот регистрация различных пользователей, там вход и так далее. Вот, но также может быть и различные другие формы. Например, вот поиск в интернете, это точно так же форма. Их существует большое количество, и нам необходимо будет их отсеивать. Давайте вот заглянем вообще в просмотр всей страницы, необходимой нам. Исходный код страницы. Так, так, так. И давайте сделаем поиск по формам. Так, ищем, ищем, ищем. Это все не то, не то, не то, не то. Здесь описаны различные процедуры. Вот, вот здесь вот уже найдена одна форма. Это форма, которая отвечает за поиск. После того, как будет заполнена эта форма, в частности, именно сам поиск, и будет нажата вот кнопочка найти, мы переадресуемся на вот эту вот страницу, которую я выделил. Идентифицировать различные формы можно по именам. В данном случае эта форма имеет имя mSearch. Так, и, собственно, она у нас, это наша формочка, заканчивается аж вот здесь. То есть все, что вот от этого самого низа и от досуда, это является формой. По сути, там всего лишь как бы одно место для заполнения, но так как сайти достаточно сложные, там может быть различное отображение всяких вариантов, там, я не знаю, вот мы когда, допустим, сюда будем вбивать, скорее всего здесь, видите, вылезло какое-то вот окошечко и так далее. Вот вся обработка вот этого самого окошечка, она и помещена между вот этими вот тегами форм. Я думаю, вы более-менее знакомы с языком HTML, языком разметки HTML, поэтому я, в принципе, изъясняюсь им. Так, идем дальше. Нам нужна наша тоже форма, которая соответствует логину и паролю. Мы ее с вами должны будем найти. Так, 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 это все не то, не то, не то, не то. Так, это тоже не то, опять не то. Вот, пожалуйста, вот эта форма, которая нам нужна, она имеет имя out, ну, типа аутентификация, да? Вот ее мы сейчас с вами и будем искать. Ну, во-первых, нам для этого понадобится несколько переменных. Нам понадобятся две переменных счетчики, i и i2, типа integer. Потом еще одна переменная t, которая будет обозначать тег, например, да, или, ну, в принципе, не важно. Она у нас будет иметь тип вариант. Вариант это, по сути, неопределенный тип, который будет определяться прямо во время каких-то манипуляций, во время программного кода. То есть сейчас мы просто сказали нашему компилятору, что будет такая переменная t, еще неопределенного типа. Так, ну, давайте приступим. Первым делом мы найдем с вами именно ту форму, которая нас интересует. Пишем for.i присвоить значение 0 to Так, а вот в следующем у нас уже будет обращение к веб-браузеру. Веб-браузер 1 Так, ну, тут у нас вылезла ошибочка. Дело в том, что мы здесь забыли поставить слово var. Так, ну, и здесь дальше пишем OliObject, это обращение к объекту нашей веб-страницы. Дальше пишем документ. Сейчас далее у нас уже не будут вылезать всплывающего окошечка. Я, честно сказать, не знаю почему, но нам придется ориентироваться именно на то, что... В общем, на ту информацию, которая у нас уже есть. В данном случае я вам ее буду рассказывать. Forms. Так как мы обращаемся именно к формам нашей веб-страницы, существуют еще разные объекты. Допустим, там links, там images и так далее. В общем, разные-разные элементы нашей веб-страницы. В данном случае обращаемся к формам. Формам, которые мы заполняем. Пишем items, в скобках указываем i2. Ну, в принципе, можно просто i указать. elements. Ставим опять точку и указываем длину. Как бы не длину даже, а просто количество известных, находящихся на странице форм. Dng, dho. Так, минус 1. Сейчас мы перейдем по очереди, по всем этим элементам формы. Вернее, формам. И найдем ту, которую нам именно нужно. Имеющая определенное имя. Так, давайте немножко расширим окошечко, чтобы нам все было видно. Итак, приступим. Здесь мы поставим условие, если, в общем, если тот самый, та самая форма, которую мы сейчас просматриваем, имеет имя. Вот здесь пишем name. Как это там у нас стоит? Сейчас посмотрим. Out, да? Если она имеет вот это самое имя, то мы уже будем использовать именно эту форму. Так, пишем then. Ну, а дальше тело нашей, ну, нашей обработки. Begin end. Здесь мы присвоим нашей переменной t. Значение вот это вот. Webbrowser 1. Oli. Object. Document. Forms. Item. Item. I. Elements. В общем, вот эту всю длинную строку мы присвоим значению t, потому что вот каждый раз писать такое длинное, это будет очень неудобно. Так, и кроме того, мы должны будем с вами выйти из цикла. Ну, в принципе, можно, конечно, и не выходить, но, ну, ладно, пускай просто мы не будем выходить из цикла. Если что, можно было бы выйти оператором break. Просто я не хочу вас запутать, поэтому мы с вами это использовать не будем сейчас. Так, идем дальше. После того, как мы нашли нужную нам форму, мы должны будем с ней определенным образом поработать. В каждой форме существует несколько элементов управления, начиная, допустим, от ввода логина, пароля, выбора вот этого вот элемента и нажатия кнопочки. Ну, и можно еще галочку, допустим, поставить, да? Мы сейчас с вами самым простым займемся. Мы просто заполним логин, пароль и нажмем кнопочку войти. Итак, ну, давайте приступим. Для того, чтобы, опять-таки, обработать некоторое количество нужных нам, как бы, элементов управления в форме, мы, опять-таки, применим цикл for. For i2. Присвоить 0. To. Пишем t. Ставим точку. Опять-таки, смотрите, что у нас всплывающего списка нет, и это нам будет немножко мешать. Но мы здесь пишем вот это вот ленд. Или фиг его знает, в общем, как читается. У меня с английским надо туговато. Минус 1. То есть мы сейчас будем перечислять все элементы от нулевого индекса и до самого последнего. И работать с каждым из них. Но нам придется отсеять, так как элементов может быть много, а нам нужны будут какие-то конкретные элементы. Поэтому мы с вами напишем здесь тело цикла. И поместим специальную, ну, скажем так, отсеивалку, да, чтобы отсеять ненужный нам элемент. Если тот элемент, который в данный момент будет проходить именно определенную стадию нашего цикла, будет иметь имя... Так, сейчас посмотрим, какое там имя будет. Итем... Итем... Вот, пожалуйста. Итем... 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 Так, ну... И давайте перекомпилируем наш с вами проект. Запускаем... Нажимаем Ватан 1... Итем... Нажимаем Ватан 2... Так, но здесь опять идет обращение к Итемс... Итемс нам не нужн... Нам нужен только Итем... Так... Еще раз запускаем наш проект, button1, button2, видим, у нас все ввелось, и была произведена попытка входа. Но так как у нас были наобум набраны имя пользователя и пароль, у нас вход не удался. Так, в принципе, на этом у нас все, в принципе, ясно. То есть мы, по сути, уже могли зайти в наш e-mail. Перейдем к более сложному. Как я уже говорил, в принципе, мы можем управлять различными элементами управления на нашей странице. Будь то ссылки, будь то какие-то переключатели и так далее. Но для этого нам понадобится обращаться к определенным элементам нашей веб-страницы. Итак, давайте приступим. Во-первых, нам нужно будет найти тот элемент управления, который нам нужен будет. Ну, давайте для начала мы попробуем перейти по какой-нибудь ссылочке. Причем ссылочка должна быть такая, которая постоянно присутствует на странице. То есть, если мы, допустим, видим вот эти вот ссылки, да, новостные, они могут изменяться. Если я, допустим, сейчас попробую сделать программу, которая будет переходить по вот этой первой ссылке, то уже, скажем, минут через пять у нас, ну, пять, не пять, в общем, через день, допустим, у нас уже появится куча здесь новостей, а эта ссылка отсюда пропадет. То есть, ссылки должны быть те, которые всегда находятся на сайте. Ну, например, давайте мы зайдем на, ну, не знаю, ну, куда-нибудь на авто, например, да. Для этого нам нужно будет сначала найти эту именно ссылочку. Делается это при помощи тех же самых механизмов, которыми мы до этого с вами работали. То есть, по сути, нам понадобятся опять эти самые переменные, var, и вот этот вот блок программного кода. Только обращаться мы на этот раз будем не к формам, как вот здесь прописано, а к другим элементам управления. В данном случае, к ссылкам. По-английски это будет links. Так, отлично. Теперь мы здесь будем переходить по очереди ко всем ссылочкам, и нам нужно будет найти именно ту ссылочку, которую нам нужно. Пишем здесь links. Так, ну, как нам идентифицировать сами эти ссылочки? Давайте посмотрим на исходный код нашей страницы. Здесь будет немножечко все потруднее. Исходный код выделенного фрагмента выбираем, и видим, что у нас здесь находятся вот такие слова авто, но они находятся как бы внутри тега. То есть, не в составе первого вот этого тега, а именно между открывающим и закрывающимся тегом. Это создает нам некоторые проблемы. Мы, в принципе, можем, конечно, идентифицировать по вот этому вот полю name, да, но нам это не всегда может помочь. Вот, например, как в своем примере в прошлом, я делал вот адресацию по вот этой вот ссылке картинки. Если мы заходим вот сюда вот, у нас здесь, так, у нас здесь не присутствует поля name, то есть вообще ничего нету. И нам придется идентифицировать именно по вот этому вот слову картинки. Так, что нам для этого нужно будет сделать? Вот здесь мы обратились к нашим ссылкам, да, пишем items, точнее, item, да, в скобочках ставим i, а дальше пишем вот такие вот слова. Inner text. Inner text. Это поле, которое, по сути, и содержит все содержимое нашего тега. Если там даже будут какие-то картинки или, может, другие внутренние теги, оно, в принципе, все должно сработать. Так, это мы стираем, а сюда мы записываем запись, ну, например, картинки, да, или какую мы там хотели с вами записать. Вот здесь вот у нас картинки, а вот здесь у нас, так, это у нас прошлый исходный текст. Давайте мы зайдем на вот это вот авто, да, мы хотели на авто зайти. Исходный код, ну, собственно, само вот это авто. Так, возвращаемся в Delphi. Пишем авто. Если мы нашли вот это вот авто, значит, мы... Так, блин, что-то я немножко не там это все сделал. Перепутал малость. Так, вот здесь у нас links. Еще раз item. item в скобочках 1, да? Не 1, а i, точнее. А еще одна точка. И inner text равно авто. Не забываем кавычки. Так, и, в принципе, у нас все сейчас ясно. Так, ну, а, собственно, реакция, которая будет прописана на... Вот это наше нахождение ссылки с именем авто будет немножко иная, чем ту, которую мы обычно делали. Мы должны будем перейти веб-браузером по вот этой самой ссылочке. Веб-браузер 1, Navigate. И сюда мы задаем вот эту вот строчку и приписываем еще в конец herf, по-моему. Так. Ну да, вот. То есть вот это вот буква сочетания мы должны вписать. Я хочу сказать... А, hrefa, да? Так. Не знаю, как, честно сказать, это расшифровывается, но, в общем, вот это самое поле мы и присвоим нашему вот этому Navigate. Отлично. В принципе, у нас сейчас все должно работать. Давайте мы с вами запустим. Сохраним и запустим. Так, у нас второй var. Переходим по нужной нам... По нужному адресу и нажимаем button 3. Так, куда-то мы переадресовали сейчас. На, вот. Ну, в принципе, мы перешли сейчас, но здесь существует одна ошибочка, что вообще компонент Web Browser 1, он очень старый. Это соответствует где-то версии 5 Internet Explorer, то есть очень старая. При желании вы можете, конечно, если вы используете более новый Delphi, то там будет более новый компонент Web Browser или вы можете поставить его отдельно. Или при желании вообще можете использовать компонент от Mozilla Firefox. Как работать с Mozilla Firefox я рассказываю в своем платном видеокурсе программирования на Delphi. Так. Ну, в принципе, как видите, мы перешли по ссылке. Точно так же мы можем работать со всеми остальными элементами управления. Я нашел такой замечательный ресурс, скорее не ресурс, а страничку, на которой очень это подробно или более-менее подробно описывается. Вот, пожалуйста, эта страничка. Так. Сейчас мы на нее перейдем до конца. Вот ее адрес. Можете ее как бы сохранить. И можете поставить на все доступные вот здесь вот атрибуты этого самого Web Browser All Objects. Здесь находится, допустим, через All мы можем сканировать вообще все элементы управления. Через Куки работает с Куки. Там можем со Style поработать или узнать какие-то значения оттуда. Можем сканировать формы, как мы это уже с вами делали. И так далее. В принципе, можем все, что угодно делать. Мы с вами в данный момент работали с формами и Links. То есть, со ссылками. Точно так же можете работать с фреймами и Images. Чуть ниже тут описываются небольшие примеры работы. Но тут вам придется немножечко логически помыслить, чтобы понять все остальные возможные значения. Но, в принципе, я думаю, где-то в английском интернете должно быть полное описание этого веб-браузера 1. Вернее, полное описание Т-веб-браузера. Если хотите, вы можете, конечно, его найти. Но вот здесь, допустим, более-менее все описывается по-русски. Поэтому вот предоставляю вам на просмотр эту самую страничку. Итак, пользуйтесь и мы с вами увидимся в следующих видео. До встречи, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok